итак 12 гексограмма и это самый мощный голос это когда вам что-то говорят и вы в это верите сто процентов то есть там нету сомнений никаких это по сути голос такой даже истинный то есть он как бы озвучивает то к чему вы готовы как будто у вас поливает поливает очень проникновенно вот почему даже 12 ключ называется проницательность а в ситхах чистота то есть это голос в котором нет сомнений то есть он всегда вас будет трансформировать он всегда вас будет мутировать если он находится на повышенных вибрациях а например в тенях это называется тщеславие то есть вот тогда когда человек думает что он вам что-то говорит но он по сути вас не попадает и соответственно не происходит мутации и вы не трансформируетесь то есть он переходит на другой уровень в чем прикол еще этого интересного голоса вообще четверть форма она по сути разделена на две части и это граница вот этих двух частей первая это социальная форма а вторая эта форма для удовольствия то есть социальная форма открывайте в гугле мандал дизайн человека кто не знает кто знает наизусть очень хорошо социальная форма это форма со второй по 12 гиги грамм то есть вы вот кстати обратите внимание это по сути дела на и и первые три недели и июня то есть что это хочу еще не жарко но может быть жарко может снег мая пойти да то есть еще нету ягод то есть появляется только первая ягодка клубничка там малинка где-то силов все-все-все-все самое первое это ответственной форме вторая половина это с 15 по 33 это форма для удовольствия но там конец июня июля и августе что что происходит в периоде в этот момент ответить на вопрос то есть уже планы и уже жара уже в общем уже можно чинить во всем так вот здесь вернуться к форме социальная форма это такая ответственность это люди немножко такие даже заморочены где-то и будто бы чем-то увлечены и чувствует на себя такую моральную ответственность и по сути дела даже материальную ответственность потому что с одной стороны вроде природа распустилась да плодов еще нет и такая знаете такая очень интересное состояние это кстати очень заметно вот те кто живет особенно на природе в городах это трудная такая штука теперь социальная форма она разделена на две части первая часть это четыре индивидуальные гексограммы но это люди знаете откройте вот видосы по саморазвитию я открыл франшизный бизнес молодости марафон это вот вот четыре индивидуальные гексограммы это когда вот я я я я я то есть иду на энергии не помешает такая пруха и так далее затем каждый человек вырезается встает перед стеной социума то есть там где нужно вот с этим я я я с этим так называемым успехом войти в социум и в нем стать материализоваться в нем стать мастером в нем стать перцем и вот следующее это 16 35 45 то есть в шестнадцатых вы по сути сталкиваетесь с действительностью и должны сами себя сами себя сделать мастером в социуме в социуме когда вы становитесь мастером в социуме я вам задаю вопрос имеете ли вы право проживать уже те эмоции которые вы хотите проживать а не те но они те которые но они не все вподряд вот как раз 35 это человек который выбирает то есть уже этот опыт не хочу а вот этот хочу опыт и вот этот не хочу а вот я хочу опыт то есть в тридцать пятых гексаграмме происходит это дальше по сути ну представляете вы стали мастером вы стали мастером по сути позитивных эмоций то есть вы треносите по сути прогресс людям такой прогресс связано даже с хорошим настроением потому что 35 в идеале все-таки ловят хорошее настроение хотя к ним приходят ну всякие там пакости гадости и так далее из ворот кризиса но они так или иначе людям приносят прогресс облегчение тогда дальше мы попадаем сорок пятый а сорок пятые это ворота короля и королевы то есть по сути смотрите как интересно то есть король и королева уже является мастером и эмоциональным мастером то есть логический мастер может предложить людям что-то действительно дельное а эмоциональным мастером он по сути людям облегчает ну снимает вот это напряжение да то есть облегчает им жизнь вот смотрите что дальше происходит то есть дальше король то есть король в принципе собирает на себя все самые вкусняшки он ну то есть это такая вершина иерархии социального мира то есть писаете человек бежал 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 бизнес марафоне картины писал там для себя и так далее потом решил самореализоваться да то есть материализоваться в социуме значит он себя сделал он эмоционально начал проживать такие позитивные эмоции а потом он начал подтягивать все самое прекрасное в свою жизнь ну то есть он и дальше задача ему теперь хочется выбраться то есть что дальше делать куда дальше идти и вот как раз 12 гексаграмма она о том чтобы поразмышлять то есть уйти в сторонку поразмышлять над тем опытом который человек приобрел и вот с этой даже первой линии называется уход в себя возможно только при поддержке сообщества представляете как то есть чтобы вы поразмышляли в одиночестве ну вам нужно уйти но при всем при этом вас должно то есть сообщество вас вам помогает уединиться для того чтобы что и вот для того чтобы пойти дальше пойти дальше а куда можно из королевства пойти да то есть только по сути в свободное плавание по сути какую-то такую интересную очень штуку уже как я уже сказал форму для удовольствия а то есть идет будет следующий идти форму для удовольствия кстати вот если вы посмотрите пятую линию то она так и называется мудрость заключается в том чтобы не отбрасывать опыт который вы прошли даже прочитаю видите даже называется прагматизм успех сдержанности состоит в том чтобы не отказываться от полученного опыта после завершения после завершения какого-то процесса да то есть все что с вами произошло в этих раздумьях это нужно применять потому что дальше вы пойдете в форму для удовольствия и там так или иначе вам этот опыт пригодится ну и третий момент он наверное вытекает из первого и из второго естественно это то что вот для чего нужен этот мощный голос для того чтобы за вами пошли потому что по сути это можно сказать даже где-то голос бога потому что это голос без сомнений там нет сомнений то есть это голос когда вы начинаете людям говорить то что во что люди сто процентов верят то есть это как будто мой голос моего человека да то есть мой голос который помогает мне трансформироваться то есть условно говоря король должен слезть и пойти дальше а чтобы он с леса поедет и дальше ему нужно поразмышлять и потом подобрать единомышленников для того чтобы они уже чтобы в этой тусовке им идти дальше и чтобы все было хорошо вот что такое вот что такое по сути двенадцатый ворот ну и как я уже сказал что в первой линии это уход себя может произойти только при поддержке сообщества то есть вы начинаете в первой линии я должен всегда добавлять мне нужно научиться я хочу научиться да там то есть мне нужно научиться уединяться ориентируясь на поддержку сообщества ну это обычно говорят ты съезди куда-нибудь отдохни я тебе буду деньги например присылать вот если смотреть на 11.1 но это такая знаете такая очень тонкая тонкая элегантность интуитивная прозорливость оказывается в нужное время в нужном месте ну вот подумайте над этим да то есть это вот такое кайфовое 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 состояние но это логично за вами люди должны пойти в будущем соответственно если вы уходите в себя при поддержке сообщества то соответственно во второй линии то есть первая линия набирает сюда содержание вторая линия она становится такой некой формы она так и называется строгий отход от негативного влияния строгий отход от негативного влияния то есть вы уходите в такое место и всему миру всем людям показываете что вы отошли для того чтобы поразмышлять поразмышлять а что же делать дальше и в 11.2 без убедительности риска не может прийти к застою я это понимаю так что ну это знаете как этого постоянно нужно меняться да то есть постоянно нужно предлагает то есть постоянно то есть вы уходите подумать не для того чтобы расслабить булки а для того чтобы вас пока общество подстраховало и чтобы пока вы там будете думать вы понимали вы могли предложить что-то действительно денег потому что 11 ворот людей они действительно должны предложить что-то дельное причем такое постоянное что-то дельное людям за вами же люди будут идти а вы должны будете что-то говорить значит в 12.3 называется процесс самоанализа покаяния но я бы так сказал наверное то есть каждая третья линия ей как бы не имется вот в тех границах в котором есть то есть она всегда хочет выходить за пределы и поэтому скорее здесь она возможно начинает уже говорит какие-то умные вещи но при всем при этом она не в каждого человека попадает то есть она не каждому человеку может принести мутацию да вот такую трансформацию то есть говорить тем самым голосом который бы побудил бы людей идти за ним и слышать этого человека но я как понимаю что вот знаете я так сказал ой ошибся и знаете такой процесс самоанализа начинается да да что это там сказал не так а люди как бы с пониманием к этому относятся и они как бы вот эти ошибки прощают да то есть они говорят но ничего страшно ничего страшно ничего страшно соответственно в один стрим называется реализм то есть это скорее о том чтобы научиться все-таки излагать реальные идеи не то что вам там что-то в голову пришло все-таки реальные идеи потому что все-таки за вами будут люди идти в двенадцать четыре это пророк то есть это уже смотреть это уже голос который направлен на определенную группу людей и видите как видение окончания застоя то есть я так понимаю что у каждого человека так или иначе в 36-х это такой коллективный кризис в 12-х это по сути точнее в 22-х это по сути такой индивидуальный кризис и поэтому когда эти люди что-то произносят они произносят знаете как очень глубокие вещи и они действительно побуждают человека совершать вот выходить из этого застоя да то есть они как будто бы ну и смысл как я уже сказал в самом начале в том чтобы за вами пошли то есть чтобы было знаете такое плечо единомышленников на которых можете опереться потому что зачем вас иначе отпускают поразмышлять общество для того чтобы размышляли и скажем так да начали говорить такие пророческие вещи мы соответственно в 11 4 это будет учитель учитель то есть способность выражать сущность мира да то есть поэтому когда за вами вы должны будете их знаете как подпитывать правильными идеями и очень такими реальными правильными идеями 12 5 ну скажем так вот кстати вы рассказали одному человеку второму третьему четвертому да напомню что четвертая линия влияет на мир через свою сеть то есть я сказал тем они пошли рассказали другим и таким образом образуется большая тусовка но знаете как это всегда включается эффект испорченного телефона и соответственно пятой линии она так и называется знаете как успех сдержанности состоит в том чтобы не отказываться от предыдущего опыта то есть все таки вот эти люди которые массово будут к вам приходить они будут для вас как бы знаете как через человека через два человека через три человека и если вашему ближайшему окружению вы говорите точно более вещи то им вы будете говорить вещи не вот такие прям мега пророческие а скорее доходчивые и вот для того чтобы говорю как говорю для того чтобы говорить вот эти доходчивые вещи нужно отбрасывать вот предыдущий опыт все сгодится в дороге все сгодится ну и соответственно филантропность 11 5 как я понимаю это вот знаете как изобилие знаете такое щедрое изобилие людей вот этой вот идеи информации и так далее ну и соответственно двенадцать шесть это уже окончательно такая знаете как трансформирующая мутирующая сила голоса вера направлена на то чтобы выйти из застоя вот эта вера в перемены вера в перемены и энергия направлена выход из застоя то есть вы действительно уже видите и начинаете говорить и идти вперед вообще потому что короля нужно чтобы его отпустили а чтобы короля отпустили он должен как бы чтобы за ним какая-то часть других людей пошла до таких единомышленников соответственно 16 будет внутренний баланс чтобы принять перемены но извините меня перейти из одной четверти в другую это действительно очень важная штука ну и дальше будет уже 15 гексаграмма и 10 в полярности то есть вы как будто вы знаете как всегда хорошо опираться на своих и поэтому когда вы в 15 выйдете в новую тусовку то есть в новые крайности в новые условия то есть это тогда когда вы наконец-то захотите позаниматься любимым делом но уже в социуме то есть в 16 гексаграмме все-таки это дело такое обязывающее коллективно а здесь уже конец июня плоды начинают там малинка клубничка там ну и так далее и здесь все-таки знаете как любимое дело в социуме 16 это обязывающее дело в социуме это любимое дело в социуме для этого нужно будет выбрать правильные крайности оперевшись на тех людей потому что вы же будете зайдете в новую тусовку и вы должны будете говорить тоже пророческие вещи по сути дела то есть пророческие объединяющие любящие вещи и вот в этой тусовке то есть вот в этих крайностях вы должны будете потом в 52 приземлиться и собственно говоря заняться любимым делом прорастать по новому ну вот собственно говоря такое получилось длинное видео по 12 мг и по 11 мг Продолжение следует...